Здравствуйте, Марина, и вы, конечно, свой вопрос о проклятии и тотальном невезении можете адресоваться еще и эзотерикам, они вам помогут в этом плане, посмотру, нет ли на вас порчи и так далее, но с точки зрения психологии, с той стороны, с которой я посмотрел на вашу проблему, выглядит это примерно так. Да, у вас были цели, были стремления, были идеали, были ценности, были планы, было свое видение мира, того, каким он вам представлялся, и вы так его воспринимали, вы так его видели, и вы считали, что это истина. Когда ваш муж по какой-то причине от вас ушел и потерял к вам интерес, вы пишете, что все рухнуло, то есть весь мир, как вы его знали, как вы его себе представляли, он исчез, и представился вам теперь совсем другим, незнакомым, чужным и так далее. И возможно, именно потому, что вы не приняли нового опыта, не приняли новых вот изменений, новых реалий, а свое поведение продолжали строить по инерции, исходя из предыдущих ценностей, исходя из ранее установленных вами целей и задач, вы ибились, по сути, постоянно в закрытую дверь, потому что мир для вас изменился. Подсознание ваше тоже изменилось, стало воспринимать его иначе, а сознательно вы продолжали идти тем же путем. В результате этого на вашем пути и происходили одни личные неудачи. Соответственно, начинать нужно разбираться с того момента, когда от вашего мужчины, возможно, вы эту ситуацию так до сих пор не отпустили, возможно, вы даже обвините его в том, что с вами произошло, и до сих пор не можете понять, почему так случилось. Вот с разбора причин, по которой вы потеряли отношение с мужем, нужно начинать. И дальше постепенно, постепенно, постепенно мы придем к первопричине того, что является корнем ваших неудач. Но, скорее всего, как я уже озвучил ранее, проблема заключается в беге от опыта. Вы надеялись теми же самыми способами, теми же самыми поведенческими приемами и алгоритмами добиться успеха, тогда как они, эти самые поведенческие приемы, были, скажем так, порочными и ошибочными. Но вы этого не видели и до конца надеялись, что все у вас получится, не желая менять что-то именно в своей деятельности. И в результате оказались там, где вы оказались сейчас. Соответственно, нужно изменять свое отношение к миру, изменять свое отношение к самой себе, менять свое поведение, принципы деятельности, значит, менять свои цели, приоритеты, задачи. И тогда вы можете отстроить свою жизнь заново, отстроить свою деятельность также заново и построить новые шерсти. Но только после того, как вы поймете и примете то, что вы делали неверно. Потому что ничего в процессах не бывает. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.